МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Хойницкой больнице глобальная модернизация. Вчера у них, которые проживают в Лясковишах. Полевский Дед Мороз запрошает гостей в свою резиденцию. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Тренировки из поборниц на траве без перепынку на зимовый сезон. Сегодня у Гомеля у Рашиста открыли уникальный футбольный манеж. Бойная пляцовка накрыта надиманным куполом, вышиней усями поверховый дом. Сущная система поветрообмену позволяет заниматься футболом и проводить поборницами международного узровня на протягу сего года. Кто в лику пеших опробовал штучный газон нового футбольного манежа, ведая Евгения Кухаронак. Выхованцы Гомельской с Дюшар номер 8 на манеже у першиню. Однако уже сегодня яны сгуляют тут два матча в рамках международного футбольного турнира серо-спортсменов 2009 года народжения. Уражение от буйного, светлого и теплого манежа только додает запалу хлопчикам худше показать свои сдольности ровесникам из России и Молдовы. Мне очень нравится тем, что можно заниматься тут круглый год и зимой, и летом. Зимой мы занимались раньше в зале. Уже будем тут тренироваться, тут будет, конечно, лучше. Все круто, впечатления вообще. Мы горьи, мы сила, мы забьем красиво! Худка на многих спортивных афишах города з'явится новый адрес проведения матча. График занятков футбольных команд и расклад с поборницей расписаны далеко наперед. У студеней лютым в учебно-тренировочные сборы по подрыхту цедаю чемпионату Беларуси тут проведусь Гомельские, Рыжевские и Светлогорские футбольные клубы. Есть домовленности организовать на базе манежа товаристские спарринги по межмясцовыми командами и сборными суседних регионов Украины и России. И все ж таки не меньше ухил тренировочной базы на выхование молодого поколения футболистов. В городе Гомель занимается больше 2000 ребят футболом, поэтому все они здесь уже попробуют свое мастерство в зимний период, подготовлено расписание, где разные возраста здесь будут ежедневно, фактически 90% отдаваться будет детям. До того ж зараз идти набор у новую футбольную секцию детячей юнацкой спортивной школы номер 6, на базе якой и находится манеж. Займаться с наученцами тут будут 4 тренеры, та их уже совсем худ, ка прийдуть каля 200, жадающих стать профессийными футболистами. Безумовно запатрабаванность пляцовки вілезарная, однак при этом яна застанется доступна и для аматоров поганять мяч по поле. Манеж махчима арендовать. На урочистой церемонии открытия нового спортивного объекта Гомеля усе трибуны на 500 глядацких местов были заполнены. Пожидаем, каб таки аншлаг был на кожным змачу, який организуюсь тут в ближайшей и далекой будущине. Евгений Кухаронак, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель». В регионе сформированы реестры незалежные директоры для обранью Назиральной Советы Акционерных Товарыствов. Вызнашено 11 особ, больше зяких мая вопыт работы на керующих посадах у коммерциальных организациях. Як правило, незалежных директоров запрашают для развития стратегии предприемства. Это могут быть як дейвшие, так и былые топ-менеджеры, причем на одним акционерном товарыстве их може быть некальки. Реестры кандыдатов размешаны на сайте комитета Гомеля был майомость. И он сформированный для выкористания акционерными товарыствами. На предприемстве с уликом специфики деяностей могут обрать необходимого кандыдата. На предприемстве Гомель-Шпалеры запустили новую очищальную систему для линии вытворчасти виниловых шпалер. Миновата за этой технологией завод перевысил норму допушальных выкидов у атмосферу. Вынику работы уголовного цеха припынили. Теперь, после выправления помылок, вытворчасть рыхтуется выйти на проектную могутность. Гэты стиплы по померах вагонщик, які оснащены складанной техникой, повели кимарахунку и вырешить проблему Гомельской шпалерной фабрыки. Автоматизованная плазменная установка, четыре сучасных модуля очистки, працуют круглосуточно. Пакуль, правда, в выправленном режиме. Выхлопы, которые раньше выбрасывались в виде продуктов сжигания, попадали в атмосферу. Сейчас они улавливаются на фильтрах. Мы видим полное отсутствие дыма, в том числе и из факела. Мы не наблюдаем запаха. Гістория начала с запуску сучасных линий виниловых шпалер. Пакуль новый ассортимент радовал покупников, выкидой перевышали норму. Пытания об неприемном паху узняли же Хары Гомеля в минулом году, подчас акции «Пытания президенту». Жорсткое доручение разобраться запустило уход працу и экологов, и промысловцев. Пока не чувствуется, может, это временно. Это покажется, что где-то в каком-то месте, может, когда появится. На предприемстве чекали, что новая система очистки спрацует и худко, и эффективно. До того же обсталявание каштовало относно недорого. И при этом было больше экономичным у эксплуатации, чем ранейшие котлы-утилизаторы. Фабрика прошла экологичную экспертизу, отримала остановочное заключение и дозвол на проведение пусконаладочных работ. Если ранее установка газоочистительная давала выбросы порядка чуть более 60 тонн в год, то нынешняя установка, она, скажем так, гораздо более жестко очищает. И в результате выбросы в атмосферу снизились до 22,5 тонн в год. То есть почти в три раза. У цехи, которые еще вчера простоевали, теперь поступово вертается жить все. Больше 300 вариантов дизайна шпалер и десятки краин, которые ожидают набыть белорусский товар. Вядомо, выход на рынок не будет простым, а леголовное, что процесс пошел. Тем более, что до середины года тут собираются представить новинки. На момент простой, естественно, мы рабочих печатников с этого участка не сокращали. Мы их перевели на участок бумажных обоев, где они выпускали обои другого ассортимента. Сегодня они возвращены назад на этот участок и, собственно, приступают к своей основной работе. До конца студеня экологи будут протягивать, сочить за выкидами, кропку. У этой истории поставить выниковые замеры. Когда претензий по раннейшему не будет, завод сможет выйти на проектную могутность уже в наступном месяце. Наталья Капрыленко, телерадио-компания «Гомель». Комфортно и сучасно. У Хойницкой больницы глобальная модернизация. И она различная на три года. Все лето работы завершатся в терапевтичном корпусе. В наступном годе – в хирургичном. А последним этапом станет доброе упорядкование территории. Марина Джалая с подробностями. В 7-й палате терапию терапевтичного корпуса Анатоль Шульха читает знакомитый роман Джулия Верна «15-годовый капитан». Для нового великих окна светло, от батарей – тепло. Мебель тут покуль старая, але я ее худко заменять. Уже купили и вось-вось поставить. 75-годовый мужчина у медустанову на гетероострапию с захворюванием бронхов. А так он тут постоянный пациент. Кажет, что как было до ремонта, и как стало зараз, не было две разные больницы. Здесь сейчас стало совсем по-другому. Светло, тепло, уютно. И совсем, совсем, совсем другое. У старого, хотя это одно и то самое помещение, но сделан капитальный ремонт. Отлично. Это я не знаю, кто делает. Гомельские, наверное, только не Хойницкий, я знаю. И молодцы сделали. Прокрасно. Всем даже нравится. Все говорят, что очень-очень. Виктор Демьяненко долго в палате усидеть не может. Любит свободный от процедур час бавить вось тут, каля елки и импровизованного камину. Трапив сюда за низкого гемоглобину. Зараз обследуется. Лепш, каже, сидел бы дома с женкой, але и в больнице догляд, что треба. А с новым ремонтом стало еще и вельми утульно. Как настроение? Нормально, кормят все, как положено. Медсестры ухаживают. У нас четыре человека в палате. Капитальный ремонт у Хойницкая центральная районная больница чекала давно. Его не было с момента будовництва. И нарешті летость приступили до модернизации. Почали с терапевтичного корпуса. З областного бюджету на ремонт и медицинское обсталявание выделили каля полутора миллионов рублей. Замянили коммуникации. В окна, двери, в уголе новым стало все. От подлоги до столи. Что до обсталявания, то з'явилися два новые аппараты для ультрагуковой диагностики в стоматологичный комплекс. За японских грант набили сучасный эндоскоп. Худка все это усталюют в кабинетах. Так само в 2019-м купили автомобиль худкой допомоги. В этом году набудут еще один. На протяге модернизации терапии все лето выдаткают еще прикладно 2 миллионы. Стало теплее, мы поменяли систему отопления, систему водоснабжения, канализацию, соответственно. Утеплили стены, поменяли стяжку, сделали новые подвесные потолки. Стало очень комфортно, тепло, повысилась шумоизоляция, пациентам очень комфортно. Зараз, как каже депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь Жанна-Чарнявская, треба будет задуматься об удовнествии у райцентра бассейна. Это и здоровый лад життя, и спорт, и способ добрый и с корыстью проводить вольный час. Для спочатку необходимо завершить работы у больницы. Капитальный ремонт установы в планах развития социальной сферы хуйников стоял на первых позициях. Остатние объекты у основным приведены у належный стан. Меня очень радует, что в 2019 году в нашу хуйниковскую больницу пришел ремонт. Потому что уже долгое время таких капитальных реконструкций и ремонтов не было. И, вы знаете, это настолько радостно, потому что все-таки новая обстановка, ремонты, мебель, оборудование, которое пришло в нашу больницу, показывает, что сегодня людям очень удобно, комфортно. Есть новое оборудование, благодаря которому мы можем обследовать людей. Все лето подшнется ремонт хирургичных корпуса. В наступном году его плануют завершить. Сродки выделять по так званой «Чарнобыльской программе». А затем тут внесут некоторые непотребные будинки и приступят до опошенной стадии модернизации, доброго упорядкования территории. Заявятся зоны для отпочинку с лавочками, специальным осветлением и пригожими клумбами. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель», Схонников. В Гомеле работает уникальный для Беларуси учебно-кинологичный центр. Им занимаются школьники. Многие приходят на занятки со своими годовцами, а те, у кого их нема, работают с учебными живелами. Занятки наведала наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Научальный центр по кинологии для детей и молодых открылся в Гомеле этим летом. Проект реализуется областным клубом спортивного и декоративного собаководства разом с Головным управлением «Эдукация Блвыконкама». Идея его запуска существовала давно. Ранее на протягу пяти годов дети занимались с собаками в непростесованных для этого умовах. Однако первое их распорядление – кабинет для территичных занятков, а также фото-игрум-зона, где специалисты проводят майстер-классы. В перспективе плануется обсталявание в учебно-тренировочные пляцовки для практичных занятков на стадионе «Промень». Зараз наведывальники центра працуют на этой пляцовце. Тут они спастигают не только основы дрессировки, а и знакомятся с такими дисциплинами собаководства, как agility и фрисби. Однако головной мэти застается научить детей керовать своим собакам. Для этого дети и подлетки приходят сюда с властными годованцами. Тим, у кого собаки нет, в эдукационном процессе допомогаются учебно-тренировочные живелы клуба спортивного и декоративного собаководства. Немецкие аучарки, лабрадоры и ратривер. Учебная программа предугледживает знайомство с профессиями в голене кинологии. Объединение працуя в тесном супрацовнестве с кинологичными службами областного управления департамента Ховы Министерства внутренних справ и Гомельской мытни. Регулярно школьники наведывают с экскурсиями годовальники. Некоторые с подлетка упэлнены, что уже вызначились с будущей профессией. Я очень хочу стать кинологом и где-то мне будь служить. Либо пограничная ветка, либо таможенная служба, либо МВД, МЧС. Мне не важно. Мне просто нравится работать с собаками. А для обычных людей считаю, что это очень важно, потому что для человека, который хочет завести собаку, нужно знать какие-то определенные моменты, чтобы научить собаку первоначально делать что-то правильное, либо потом, чтобы потом не переучивать. В программе «Новучание» закладен принцип ровный «Новучая ровного». У основы собаководства початковца присвячает керавник Гомельского областного спортивного клуба и декоративного собаководства Алексей Хмельев. За тын до «Новучания» приступают старейшие хлопцы и девчонки, которые уже не один год працуют с собаками. До речи, после подрыхтовки дети могут удельничать со своими собаками в выставах и спаворництвах кинологов. Мы единственные, кто первый ввел кинологию в систему доп. образования для детей и молодежи. И вот хотелось бы дальше это развивать, чтобы у детей была возможность иметь профориентацию, чтобы в дальнейшем они могли служить как в силовых структурах, так и в гражданских структурах, связанных с кинологией, с ветеринарией. Средний возраст – это 12-13 лет, но это не говорит о том, что ребенок 8-9 лет не может прийти, либо более старше – 15-16. Было бы желание. Главное – желание, а уже информация будет подана на том уровне возрастном, к которому в возрасте ребенок придет. Харчевание для живел, послухи ветеринара и аренда пляцовки оплачиваются с членских взносов клуба спортивного и декоративного собаководства. Научение в кинологическом центре – бесплатное. Долучиться до команды можно в любой час, как подлеткам, так и молодым, в возрасте до 31 года. Запись на занятки ведется навод в социальных сетках. Свят отсюда и шарауництва. Доброшина акция «Елка жаданья» прошла у резиденции Деда Мороза на площади Ленина в Гомеле. Свято створили для выхованцев Гомельского городского социально-педагогического центра. На первые дни Нового года 29 хлопчиков и девчонок написали свои жадания на шаровных новогодних шарах. Сироты, ляльки, конструкторы, роботы, самокаты и навод набор цирульника. Подлетки больше стекавились аксессуарами для гаджетов. Подчас свята у Сеяны отрымали заповедные подарунки от Деда Мороза и Снягурки, а так само приняли удел в угольнявой программе. Спасибо! Как тебя зовут? Саша. А сколько тебе лет? Пять. Что ты просила у Дедушки Мороза? Что он тебе подарит? Куклу. Что? Куклу. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Алина. Восемь лет. Так, что ты просила у Дедушки Мороза? Колонку. Так, а почему? Зачем у тебя колонка? Чтобы слухать музыку. Ты довольна, нравится? Да. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Малголита пять. Что ты просила у Дедушки Мороза? Какой тебе подарок? Кукла, коляска. А ты посмотрела же, тебе нравится? Да. Мероприимство проводилось городским выконавшим комитетом в рамках республиканской акции «Наши дети». Специалисты и керавники Гарвы Конкамма задавалением увособили в житё жадание детей, которые по разных обставинах оказались обделены батьковской любовью и клопотом. Керавники, которые проживают в Лясковичах, полезский Дед Мороз запрашивает гостей в свою резиденцию. И она будет работать до начала лютого, а тому еще хватает часу, чтобы наведать действительно сказочное место. В этом «Пераканаусе» наш корреспондент Дмитрий Котов. У резиденции нацпарка Припятский гостей чекает действительно святочный аттракцион. Первым их сустракает бядьмак. Его майон так побудованный в историческом месте. Лечится, что ранее тут размещалось одно из самых старожидных полезских капюшев. А древы, которые растут побачь, лечились святыми. Согласно этим поверьям, когда ко мне приходят дети, мы с ними завязываем вот такие ленточки у меня есть в корзинке специально подготовленные. Ну и считается, что если сильно верить и загадать одно из желаний и завязать ленточку, вот такую взять у меня, и завязать на понравивше им живое дерево, то считалось, что желание сбывалось, потому что место на самом деле было священным. Далее хлопчиков и девчинок чекает сустреча с галовными новогодними персонажами. Господарами резиденции, Дедом Морозом и Снягуркой. Дети худшие спешаются убашить любимых казочных героев и хором промовляют их имены. А тыя в свою чергу не стомляют протяглой паузой и одразу ж отгукаются. Здравствуйте, ребятишки и девчонки и мальчишки. Подросли, большие стали. А меня-то вы узнали? Дед Мороз я настоящий. Из глухой дремучей чащи, Где стоят в сугробах ели, Где бураны да метели, Где леса дремучие, Да снега сыпучие. Здравствуйте, мои друзья! Всех вас рада видеть я. И больших, и маленьких, Шустрых и удаленьких. В этом домике своем Дружно всей семьей живем. Святочную программу у резиденции Полесского Деда Мороза Рыхтовали за некальки месяцев до открытия. Были уличены в опыт минулого года, Але на этот раз вы решили повеличить Колкость конкурсов и казочных персонажей. После представления дети отправляются у корчму. Тут их частуюсь блинами и горбатой. Але ж и на этом наведывание резиденции не обмяжовывается. Далей, подорожа по сафары парку, Где маль завсёды можно сустреть лесных же хоров. Один з них, до речи, поселился на территории резиденции. Дедки вообще в восторге, В особенности, когда они идут от кудесника. Им говорят, что они сейчас увидятся с оленем. Они сюда приходят, он к ним подходит. Так восторженно он ещё так любит голову поднять. Идут, дети рады. Усяго за день резиденцию наведывают коля 500 человек. Группы приезжают с усёй краины. Каждый день, как первый раз, Выходим, встречаем детей С любовью, С дорожью в голосе. Начинаем работать с ними. День проходит очень быстро, Хотя у нас 4 группы каждый день. Группа по человеку 150. Но чем больше детей, Тем больше хочется с ними работать. И веселее нам. Окунуться в соправданную атмосферу новогоднего свята Можно до початку лютого. Минавито до этого часу Будет працевать резиденция Полесского Деда Мороза. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, Телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. В сёмага студене У областным громадско-культурным центры Отбудется юбилейный калядный концерт. И он распашнейши рах мероприемства У присвященных знаковым датам. 95-ти годзю дня утворения И 30-ти годзю дня одражения Гомельской епархии. Початок концерта в 17.45. Гэты инши новины Можете знасти на нашым сайте У интернете по адресе www.tvarmel.by На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу И до встречи в эфире.